Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции! На этой неделе Государственная Дума этого созыва завершает, по сути, свою работу. И начинается активная фаза выборной кампании. Президент опубликовал указ, вчера в центре избиркома дан старт выборной кампании. Наша команда активно работала все эти месяцы, подготовила реальную программу вывода страны из кризиса. Эту программу одобрил Большой Совет Трудовых Коллективов. Она вызвала огромный интерес у Форума народов России, который тоже ее поддержал. И на съезде депутатов всех уровней, он состоялся две недели назад, не только приняты и поддержана эта программа, которую мы на нашем съезде в субботу узаконим, но и приняты обязательства депутатами. И я уверен, что эти обязательства будут выполнены. Прежде всего, хотел обратить ваше внимание на следующее. Цена очередных выборов, это все равно, что июнь 41-го и август 91-го. Если будет продолжена старая политика, то крах финансо-экономический будет неизбежен. Хочу подтвердить это несколькими показателями. После того, как избрали эту Думу, в 2012 году темпы роста ВВП были 3,4%. Но в силу того, что не приняты были ни новый бюджет, ни новая финансо-экономическая и социальная политика, темпы не просто провалились, они в прошлом году составили минус 3,7%. Если бы хотя удержали бы их на уровне 3%, то страна получила дополнительного валового продукта на 88 триллионов рублей. А это значит, бюджет бы, консолидированный, пополнился 35 триллионами. Два бюджета, нынешний бюджет всего 16. То есть та политика, которую проводила партия власти, оказалась катастрофической для всех граждан. 7 из 10 граждан живут на 15 тысяч рублей в месяц и менее. На 10% уменьшились их доходы. Вдвое подскочили некоторые цены. Сдорожало все, и почти по 10 позициям эту нагрузку свалили на плечи простых тружеников. Вместе с тем, самые богатые в прошлом году не ощутили кризиса. Они увеличили свои богатства почти в полтора раза. Нищает народ, богатеют богатеи. Раскол, который прошел в простане, только усиливается. Наша задача все сделать, чтобы изменить эту ситуацию мирно и демократично на выборах к лучшему. Поэтому программа наша абсолютно конструктивна. Она поддерживается трудовыми коллективами и талантливыми людьми. Я хотел попросить Кашину Владимира Ивановича представить ее основные позиции. Уважаемые товарищи коллеги, в первую очередь мы хотим обратить ваше внимание на то, что на прошедшем экономическом форуме в Питере и поездка в Крым председателя правительства еще раз убедительно, ярко подтвердили тот курс, который сегодня либеральный социально-экономический проводится в стране. Ему и дальше определено место быть. Известная фраза Медведева «Денег нет, выдержитесь» сегодня стала притчей в языцах у многих. А слова Кудрина, что либеральную реформу надо дальше продолжать смелее, не обращая внимания на социальные среды, то есть имея в виду то абсолютное большинство трудового народа, который нищает, находится в своем уровне жизни ниже черты бедности и так далее, и так далее. На него не надо обращать внимания. Главное проводить реформы, главное отказырять МВФ и другим структурам, что Россия все делает по их указке в финансово-кредитной системе. В этой связи мы еще и еще раз, в первую очередь, имеем в виду, что соревновательность между партиями на выборах, это, конечно, программное обеспечение развития страны на сегодняшний день и перспективы, экономической и социальной. В этом суть нашей, в первую очередь, экономической и социальной программы. Первая ее главная часть. Все сегодня говорят, что нет денег. Это фраза, не надо на ней еще раз акцентировать внимание. Мы говорим наоборот, в богатейшей стране денег предостаточно, и их может еще быть больше, именно в федеральном бюджете. Почему сегодня на форум приехали все и вся? Они что, приехали помогать России? Нет. Они приехали качать эти богатства для своих стран, для своих народов. Поэтому мы, в первую очередь, говорим о необходимости в богатейшей стране использовать природные ресурсы, ренту от них, для государства в соответствии с Конституцией, по которой недр принадлежат народу. Значит, вопрос национализации этой природной ренты в интересах народа – это главный вопрос. Это дает нам значительную часть для пополнения бюджета. Но не только это. Естественно, мы выстроили целую базу тех законопроектов, которые позволяют нам увеличить бюджет с 13,7 доходной части до 23, до 25 триллионов рублей. Если мы сюда добавляем к национализации прогрессивный налог, он нам дает более 4,3 триллионов. Если мы сюда добавляем монополию на алкоголь и табак, сбережем наших людей, здоровье наших людей. 40 тысяч каждый год теряем. Умножьте на эти 20 с лишним лет. Миллион народа мы только покосили за счет паленой водки. Что это? Не должно дальше никого волновать, что ли, у нас? Должно волновать. Это нам дает и 3,3 триллиона. Мы 40 триллионов за 10 лет только вывезли из-за рубеж средств. Вот этими всевозможными компаниями, вот этой торговой мафии и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что у нас торговля в руках сегодня вся сетевая иностранного капитала на уровне 90%. У нас теплогенерирующие компании 4 и 5, вся центральная Россия на 80% принадлежат итальянцам, немцам, финнам и так далее. Это в холодной стране. Вот в этом плане диавшеризация, приняты законы соответствующие, но пока денежки эти 40 триллионов не возвращаются, значит, надо применить механизм определенного и принуждения к этой составляющей, потому что мы же знаем, кто увез эти денежки из нашей страны. Вопрос независимости денежно-кредитной системы от финансово-расчетной системы Соединенных Штатов Америки, МВФ и так далее, и так далее, Международного банка развития. Здесь вопрос большой. Надо остановить вывоз капитала из страны. Надо все сделать для того, чтобы восстановить стоимость реальную нашего рубля. Сегодня он опущен до такой степени к Дорвулу для того, чтобы работали сырьевые только компании. Невозможно думать об индустриализации современной, развитии машиностроения, развитии электронной промышленности, исходя из этой ситуации. Одни сырьевики сегодня имеют пользу. Ну, немножко бюджет кое-что попадает. А все, что связано сегодня с новыми технологиями, с новыми системами, они не могут работать вот в таком варианте, когда рубль так девальвирован. Исходя из этого, мы выстраиваем систему новую денежно-кредитную в интересах нашего обрабатывающего комплекса, промышленности, сельского хозяйства. Сегодня в крупнейшее оборонное предприятие, вот электросталь, город электросталь, 2000 различных металлов производит от нержавейки до жаропрочных, космос, самолеты и так далее, и так далее. Сегодня закредитованность, сегодня залоговая система не работает, она в пять раз сегодня рухнула, хотя рубль в два раза всего упал в отношении к доллару. То есть целые механизмы, вот эти приводные, которые сдерживают наше развитие и промышленности, и сельского хозяйства. Наука, образование, то финансирование, та нищета, те реформы, которые сегодня проводятся, от ЕГЭ до разорения Академии, этому мы должны положить конец. И наша программа выстраивает здесь новую модель от финансирования, от формирования бюджета до закона образования для всех. Вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства. У нас целая отраслевая программа выписана. Нельзя уничтожать уникальные возможности нашей страны, которые способны прокормить 500-600 миллионов человек, а не кормят эти наши 147 миллионов. Мы завозим ровно на 50 до последнего времени миллиардов долларов продовольствия, оценивая все, что производим, тоже на такую сумму. Это беда. Сегодня есть небольшой крен с изменением ситуации, связанной с импортозамещением, но только это крен. Даже тенденции невозможно назвать с точки зрения развития промышленного комплекса. 1,2-1,3 процента на все и вся, на поле, на ферму, а в основном эти деньги идут в банк, это беда. Это беда. Все, что касается налоговой системы. Она сегодня разоряет человека труда, она разоряет нашего пенсионера до конца и наше промышленное и сельскохозяйственное производство. Но в первую очередь мы хотим сегодня сказать, что богатые должны платить соответствующий прогрессивный налог. Мы должны освободить сегодня самые бедные слои от поборов всевозможных. Надо убрать все, что связано с принятыми в последнее время законами на выделение средства или сбор средства за капитальный ремонт с граждан. Те средства, которые сегодня через новую налоговую систему раскручиваются со сбора по земле, стоимость возрастает, имущество и так далее. Вот этот целый большой налоговый блок, его мы дезавуируем в интересах человека труда, в интересах нашего производства. Я хотел бы по безопасности два слова сказать. Борьба с коррупцией, нельзя сказать, что не ведется. Но нет системы. Здесь должна работать система, должны быть приняты соответствующие законы, приняты именно подготовлены КПРФ законы. И я убежден, что восстановление парламентского народного контроля, перевочередные задачи, которые прописаны в нашей программе, реально могут изменить ситуацию. Духовность. Здесь программа наша также прописана, исходя из заботы о старшем поколении и младшем. Как наш председатель партии говорит, лидер нашего общества, оценивается зрелость общества, уровень развития по отношению к старшему поколению и к детям. Вот эта программа у нас, она особая. И она, конечно, через духовный и нравственный потенциал раскрывает нашу в этом плане модель и отраслевую в том числе. Уважаемые коллеги, у нас в Государственной Думе сейчас проходят последние заседания нынешнего созыва. Наступает время подводить итоги. И для нас, для коммунистов, главный итог состоит в том, что мы можем честно смотреть в глаза своим избирателям. Свои предвыборные обещания мы пунктуально, последовательно выполняли все прошедшие 4,5 года. Наша команда работала и добросовестно, и абсолютно профессионально. Примером тому может служить очень внимательная работа над бюджетом каждый год. Анализ этого бюджета велся непосредственно под руководством лидера партии фракции, под руководством Геннадия Андреевича. Мы продемонстрировали, что открыты к дискуссии и работаем максимально демократично. Если говорить о нашей парламентской деятельности, то Иван Иванович Мельников, как первый заместитель председателя Государственной Думы, не заслужил в свой адрес ни одного упрека, ни в нарушении парламентских процедур, ни в неуважении к своим коллегам по депутатскому корпусу. Мы продемонстрировали высочайшую работоспособность. Вы не найдете ни одного председателя комитета Государственной Думы, который провел бы столько парламентских слушаний и столько круглых столов, сколько провел Владимир Иванович Кашин. Это значит, что мы не только глубоко исследуем необходимые проблемы, но и гласно работаем, постоянно взаимодействуем с экспертным сообществом. В целом, мы вправе сказать, что если бы фракция КПРФ состояла не из 92 депутатов, а, например, из 252, то сегодня Россия была бы во многом иной страной. Мы бы не только приняли, а мы приняли в этом созыве и закон о промышленной политике, и закон о стратегическом планировали, но эти законы уже бы работали в полную силу. Мы гарантировали бы, что погрома в Российской Академии наук не случилось, а наоборот, наука получила дополнительное финансирование, дополнительную поддержку. Мы гарантировали бы, что никаких слияний и поглощений высших учебных заведений не было бы. Вот только час назад в Государственной Думе выступал наш товарищ Казбек Тайсаев, высказывал позицию фракции категорически. Против мы выступаем разрушения такого вуза, как МАДИ с интересной историей. Был бы, безусловно, принят закон о детях войны, мы приняли бы новый вариант закон об образовании. Ну и самое главное, страна проводила бы иную финансовую, иную экономическую политику, а это и гарантировало бы как раз ее истинный суверенитет. Ну а либеральная социально-экономическая политика гарантирует гражданам такие новости, которые приходят сегодня каждый день. Вот мы можем посмотреть, допустим, по итогам мая и сравнить с маем прошлого года. Реальные доходы граждан России снизились по маю почти на 6%, более чем на 6% снизился розничный товарооборот, очень важный, как вы понимаете, показатель. А если мы посмотрим за последнюю полную неделю, то оптовые цены на бензин вновь выросли. И пока у граждан дела идут все хуже, у представителей крупного капитала они все лучше. По предложению Шувалова сейчас правительство приняло решение докапитализировать Росэксимбанк на 8 с лишним миллиардов рублей. Поэтому кризис он есть для бедных, а вот для богатых по итогам прошлого года они только увеличили свои состояния. Вот такова реальная ситуация, эту ситуацию необходимо исправлять, и мы с нашей программой, с которой идем на выборы, гарантируем исправление положения вещей. У нашей программы есть 5 ключевых преимуществ. Во-первых, она, по нашему убеждению, отвечает интересам широких народных масс и гарантирует рост социальной справедливости в стране. Второй момент, она выводит Россию из кризиса и обеспечивает ее независимость. Третий момент, наша программа абсолютно реалистично, хорошо рассчитана, в ней показаны источники финансирования необходимых затрат. Четвертый момент, нашу программу можно довольно быстро воплотить в жизнь, по той причине, что необходимый пакет законопроектов уже разработан. Ну и, наконец, пятый момент, нашу программу есть кому воплощать в жизнь. У нас команда профессионалов, способная сформировать уже завтра правительство народного доверия. Есть те, кто на местах эту политику готовы поддерживать и проводить. У нас много уважаемых, известных в стране региональных руководителей. Это и Левченко Сергей Георгиевич, и Анатолий Евгеньевич Локоть, и Кровец Александр Алексеевич. К ним подтягиваются сегодня представители более молодого поколения региональных лидеров. Георгий Камнев, Елена Кукушкина, Роман Кобозов, Александр Ивачев. И появилась партия, дала возможность сейчас проявить себя еще нескольким нашим молодым товарищам. Это и Анатолий Долгачев, и Мария Прусакова, и Кемал Бады. Все они сегодня являются руководителями региональных отделений. В целом, на съезд, который состоится в субботу КПРФ, выходит, будучи уверенно в своих силах. Наша социально-экономическая программа органично сочетается с программой культурно-духовного возрождения страны. Мы гарантируем поворот в государственной политике к истинным ценностям. Гарантируем противодействие антисоветизму и русофобии. На этом направлении за последнее время многое было сделано. Мы, конечно, не согласны с тем, что страна встречала 70 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. К сожалению, в том числе открытием Ельцин-центра. И не согласны с тем, что сейчас, когда мы находимся накануне 75-летия начала Великой Отечественной войны, в Санкт-Петербурге открывается памятная доска в честь Маннергейма. Мы предлагаем другие подходы. Вчера во фракции КПРФ в Государственной думе состоялась встреча с инициативной группой, предлагающей создать в России памятник жертвам фашистской оккупации. Вы знаете, что гражданского населения в годы Великой Отечественной войны погибло больше, чем тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Такой мемориал действительно нужен. Он должен стать не только памятником, но и центром изучения тех драматических событий, чтобы подобное в нашей и мировой истории больше не повторялось. Мы эту идею, безусловно, будем поддерживать. Основываясь на серьезной поддержке граждан Российской Федерации, наша фракция серьезно должна увеличить свой результат на выборах депутатов Государственной думы. Мы настаиваем на создании правительства народного доверия в рамках реализации той программы, которая предлагается КПРФ и всем народным патриотическим блокам. Партия в преддверии проводимого 25 июня съезда КПРФ отмобилизована и проведена серьезная организационная и кадровая подготовка. Хотел бы отметить, что на протяжении последнего года мы провели отчетные конференции, собрания во всех структурах партии, начиная от первичной партийной организации, заканчивая региональными отделениями. За это время серьезно укрепилось и омолодилось руководящее звено наших партийных организаций на местах. В партию за последний год вступило более 16 тысяч человек. Ну и серьезно развиваются наши молодежные, детские и пионерские организации. За последние несколько лет у нас практически в 20 регионах к руководству региональными отделениями пришли молодые, подготовленные наши товарищи. Причем, как уже отмечал Дмитрий Георгиевич, это крупные регионы Российской Федерации. Самарская область, Свердловская, Тульская, Пензенская и целый ряд других регионов. Совсем недавно, несколько недель назад, на завершающихся этапах отчетных конференций, избран еще ряд наших молодых товарищей руководителями региональных отделений. Это лидер комсомола Анатолий Долгачев. В Алтайском крае одна из крупнейших наших организаций, которая показывает серьезные успехи на выборах всех уровней, активно защищает права и интересы жителей Алтайского края. Первым секретарем была избрана молодая женщина, коммунист, мама двоих детей Марии Брусакова. Хотел бы отметить, что на съезд избраны 255 делегатов, представляющие всю нашу страну. Четверть делегатов это женщины, около трети молодежи. И действительно, это лучший состав наших партийных комитетов и люди, которые пользуются большим доверием и уважением жителей своих регионов. Мы провели, в отличие от «Единой России», прамерис, которые стали очень скандальными и нарицательными, серьезный отбор кандидатов по выборам в Государственную Думу, в региональные и местные законодательные собрания. И эта система была намного прозрачнее, чем у наших политических оппонентов. Сначала более 14 тысяч первичных организаций обсудили предложения у себя на местах. Потом мы провели серьезное обсуждение на местном и региональном уровне. Мы использовали в работе предложения наших сторонников, союзников из более чем 50 общественных организаций. Это и женская организация «Надежда России», «Комсомол» и Союз советских офицеров движения «Поддержку армии оборонной промышленности». Многомиллионные организации «Дети войны», которые отстаивают права людей, которые остались фактически без поддержки государства в сложных условиях. Мы активно работаем с общественниками, которые все больше и больше вместе с нами выступают за решение целого ряда вопросов, в том числе и связанные с вопросом местной среды. Ну и, конечно, мы практически уже на протяжении 7-8 месяцев определились с предварительным составом наших товарищей, которые пойдут кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным округам, и эти люди работают. В целом съезду партии предложено около 480 кандидатур, которые будут обсуждаться, и после обсуждения на съезде будут выдвигаться. Среди кандидатов много молодежи, женщин, сторонников, союзников. Вы увидите, я думаю, что если будет поддержка съезда, целый ряд знаковых фигур, которых известно на всю страну. Кстати, хотел бы отметить, в противовес нашим политическим оппонентам, которые иногда продолжают использовать термин, что в КПРФ мало молодежи, наша партия самая динамичная, развивающаяся в этом плане, и средний возраст предложенных кандидатов на съезд, это порядка 48 лет, это хороший сплав опыта, молодости и энергетики для решения задач, которые ставит наша партия. И еще один момент. Мы не забываем того, что вместе с выборами в Госдуму состоятся выборы депутатов в законодательное собрание субъектов Российской Федерации. Таких выборов состоится 39. 9 регионов будут выбирать глав этих регионов. Мы тоже ведем большую работу по вдвижению кандидатов. А вы знаете, что старт этим выборам был дан фактически в те же дни, как старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы. Именно муниципальные и региональные выборы – это хорошая площадка для отработки, реализации предложений, которые предлагает наша молодая смена. Мы активно их будем поддерживать. Эта работа под руководством Геннадия Андреевича Зюганова активно проводится. Но для того, чтобы достигнуть поставленных результатов, нам необходимо обеспечить честность и прозрачность выборов. Это еще одна из ключевых организационных задач партии, которую мы решаем. Мы привлекаем сотни тысяч наших сторонников, союзников, юристов, представителей общественных организаций, потому что считаем, что выборы должны быть честными, и народ имеет право своим голосованием определить вектор развития страны. Мы уверены, что мы получим серьезную поддержку граждан России. Мы представили вам содержательную, организационную и кадровую часть подготовки к съезду. Кроме того, на съезде он пройдет в Нигерях, Подмосковье, будет развернут палаточный городок, где десятки народных предприятий, которые мы курируем, и закон, о которых мы готовили, представит свою лучшую продукцию. Эти предприятия, даже в условиях кризиса, в стране оказались самыми эффективными и самыми успешными. Я надеюсь, что журналисты проявят к этому интерес, потому что, чтобы выбираться из кризиса, надо иметь хороший пример, как можно работать так, чтобы потеснить и западных конкурентов, и обеспечить свой народ хорошей продукцией.